Приветствую вас, с вами Дмитрий Говдя от проекта DaddyFistSpeak.com. В этом уроке мы поговорим о том, как сказать быть занятым или заниматься чем-либо. По сути это одно и то же, но говорится немножко по-разному. И, собственно, вы узнаете нюансы этих выражений. Как в том, так и в другом выражении есть свои особенности. Окей, давайте начнем. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал в ютубе, настоятельно рекомендую это сделать прямо сейчас. Нажмите на кнопку подписаться под этим видео. А также обязательно нажмите на колокольчик рядом с этой кнопкой. Так вы сможете получать уведомления на почту о выходе моего нового видео. Если вы не нажмете на колокольчик, соответственно, вы не сможете узнать, что вышло новое видео. Поэтому сделайте это обязательно. Итак, глагол заниматься это sich beschäftigen. Sie beschäftigen mit. Что такое mit? Это с помощью предлога mit мы уточняем, чем именно мы занимаемся. Или кто-то другой. Сразу хочу сказать, что, например, если вы занимаетесь спортом, здесь все просто. Шпорт махен, то есть делать спорт. Или шпорт трайбен. Какие-то там йогой заниматься, фитнесом. Это тоже можно сказать йога махен, фитнес махен и так далее. Здесь речь идет, когда мы занимаемся какими-то другими вещами. Ну, давайте на примерах посмотрим. Я занимаюсь своими делами. Ну, давайте сначала примеры я озвучу. Он занимается ремонтом машин. Мы занимаемся страхованием жизни. Разные абсолютно вещами, которые, например, не связаны со спортом. Здесь можно легко применить глагозик без шептиген. И напомню, что вот в данном случае, вот первый пример я занимаюсь своими делами. Вот уточнение своими делами. Перед своими делами мы должны поставить mit. Во втором предложении он занимается ремонтом машин. Вот здесь мы должны поставить mit. Перед ремонтом машин. Перед уточнением, чем именно он занимается. Третий пример. Мы занимаемся страхованием жизни. Здесь, соответственно, перед страхованием жизни мы ставим mit. Напоминаю, что mit требует поддержки дать. Хорошо, я занимаюсь своими делами. Это возвратный глагол. И, соответственно, он меняется. Если от своего лица мы говорим, то это будет mit. Zik поменяется на mit. Я занимаюсь. Ich beschäftige mich. Уже не zik, а mich. И теперь при помощи предлога mit уточняем, чем именно. Своими делами. Начальная форма свои дела будет meine Sachen. Meine Sachen. Это свои дела. Нам нужно сказать своими делами. Это мы делаем при помощи того, что мы ставим в нужном падеже. Mit требует датив автоматически. Без постановки каких-либо вопросов. Просто автоматически. И meine Sachen ставим в дативе. Это множественное число. И мы должны прибавить здесь окончание n. И, собственно, все. Mit meinen Sachen. Это и будет моими делами. Он занимается ремонтом машин. Er beschäftigt sich. Если он, он, она, оно, то sich никак не меняется. Возвратное местомение sich не меняется. Er beschäftigt sich. Ремонт машин, как у нас будет. Это будет die Autoreparatur. Ставим die Autoreparatur в дативе. Как-то требует mit. Сначала mit поставим, да? Уточняем, чем именно он занимается. Er beschäftigt sich mit. И die Autoreparatur в дативе будет der. Mit der Autoreparatur. Окей, мы занимаемся страхованием жизни. Wir beschäftigen. Теперь уже будет не sich, не mich, а uns, да? И страхование жизни. Уточняем при помощи предлога mit. Страхование жизни начальной формы будет die Lebensversicherung. Ставим в дативе. Будет mit der Lebensversicherung. Надеюсь, это понятно, да? Окей, вопрос. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Вот это слово чем, оно по-особенному образовывается. Оно нужно учитывать управление этого предлога. То есть, с каким предлогом связан этот глагол? Он связан с предлогом mit. Вот при помощи него мы уточняем, чем именно человек занимается. И для того, чтобы построить вопрос чем, мы должны его составить, как бы сложить, построить при помощи этого предлога. Это будет womit. Вомит. На втором месте глагол. Вомит. Бешефтикст. ДУ. ДИХ. Вомит. Бешефтикст. ДУ. ДИХ. Высказывание с этим глаголом. Итак, высказывание звучит следующим образом. Я не имею place в моем жизни для негативных мыслей или людей. У меня нет места. Я не имею place в моем жизни, для негативных мыслей или людей. Далее. А вот здесь уже этим, womit было, чем занят. А здесь ДАМИТ БЕШЕФТИКТ. Тем занят. Я очень занят тем, что использую. Такие вот предложения с глаголом БЕШЕФТИКТ, предаточные предложения, когда мы объясняем, чем именно мы заняты, они строятся особенно. Особенность заключается в том, что мы не говорим. Я занялась тем, что, вот это что нам не нужно, просто идет инфинитивная часть. В конец уходит глагол. Я очень занят тем, что использую, использую, использую моё драгоценное время жизни, для того, чтобы, потом объяснение, И мою историю жизни und meine Lebensgeschichte, потом смотрим в конец, превратить, verwandeln, превратить в Бестселлер с Happy Endом. Счастливым концом. Что вы можете взять из этого предложения? Выражение заниматься тем. Их бин цузеа ДАМИТ БЕШЕФТИКТ. Вот. Сем. ДАМИТ. И также вы можете запомнить, что, когда мы уточняем, чем именно мы заняты, потом идет инфинитивная конструкция. Например, итак, я занимаюсь тем, что готовлю завтрак. БЕШЕФТИГЕ МИХ ДАМИТ. Потом запятая идет. Вот это вот, что не ставится. Потом вот это вот, готовлю завтрак. Здесь как бы согласование с Я, Я готовлю. Но, особенность их предложений с ЗИГБЕШЕФТИГЕН заключается в том, что в немецком языке нету согласования. В этом случае просто идет инфинитивная конструкция. То есть, в конец идет глагол в своей начальной форме. И перед ним будет ЦУ. Что готовлю завтрак? Можно сказать, ЦУ КОХН. Вот инфинитив ЦУ КОХН. ДАС ФРЮШТЮК ЗУ КОХН. Ну, или ЦУ ЗУ БЕРАЙТН. Можно. Их БЕШЕФТИГЕ МИХ ДАМИТ. ДАС ФРЮШТЮК ЗУ КОХН. Вот таким образом. Также очень похоже, ну, не то чтобы выражение, а словосочетание быть занятым. Но мы здесь уже используем НЕ-ГЛАГОЛ. НЕ-ГЛАГОЛ, это у нас причастие. БЕШЕФТИГ ЗАЙН. Быть занятым. Я сегодня очень занят. А здесь уже применяем глагол ЗАЙН. Ну, как бы для связки. То есть, ИХ БИН. ИХ БИН ХОЙТЕ ЗЕА. И в конце БЕШЕФТИГТ. И БИН ХОЙТЕ ЗЕА БЕШЕФТИГТ. Я сегодня очень занят. Я вчера не пришел, потому что был очень занят. Передачное предложение. Я вчера не пришел. Ну, давайте в перфекте. И БИН ГЕСТАН НИХТ ГЕКОМН. ПОТОМУ ЧТО ВАЙЛЬ. ПОТОМУ ЧТО БЫЛ ОЧЕНЬ ЗАНЯТ. В РУССКОМ ЯЗЫКЕ Я. В ТОРОЙ РАЗ НЕ ПОВТОРЯЕМ, да? ПОТОМУ ЧТО Я БЫЛ ОЧЕНЬ ЗАНЯТ. Но в немецком обязательно это нужно сделать. ВАЛЬ ИХ ЗЕА БЕШЕФТИГТ. БЫЛ ВАР. В конец идет глагол. В предаточном предложении. Вот предаточное предложение. Сейчас. Вот оно. Вторая часть. Понятно, да? То есть, Я ЗАНЯТ сейчас. ИХ БИН БЕШЕФТИГТ. БЫЛ ЗАНЯТ. ИХ ВАР БЕШЕФТИГТ. Надеюсь, с этим понятно. И давайте небольшое тоже высказывание с вот этим выражением. БЕШЕФТИГ ЗАЙН. Итак. ВАС ИХ ЗАГЕ. ЧТО Я ГОВОРЮ. ТУТ МИЕ ЛАЙТ ШАФЕЕС ХОЙТА АБНД НИХТ. ИХ БИН ЗЕА БЕШЕФТИГТ. Это переводится следующим образом. ТУТ МИЕ ЛАЙТ. МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. ШАФЕЕС ХОЙТА АБНД НИХТ. ШАФЕЕС ХОЙТА АБНД НИХТ. ШАФЕЕС ХОЙТА АБНД НИХТ. Это как бы справляться, что-то вот мочь сделать. Можно перевести, как я сегодня вечером, но вот не смогу, не смогу это сделать. Вот так можно перевести. ИХ БИН ЗЕА БЕШЕФТИГТ. 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 Потом можно поставить запятую, можно не ставить. МАЙНЕ ЛИБЛИНГ ЗЕРЕЙ ЦУ ШАВЕН. Я очень занят, ну как бы тем подразумевается. ДАМИТ, да? Можно его ставить, можно не ставить. Что смотрю мой любимый сериал. ЗЕРЕЙ, это сериал ДИ ЗЕРЕЙ. ЛИБЛИНГ ЗЕРЕЙ ЦУ ШАВЕН. И ЕМ СНЕКИ. УН СНЕКС ЦУ ЭССН. Тем, что смотрю любимый сериал и ем снеки. Понятно, да? Хорошо. Ну, собственно, я думаю, вы взяли на выражение эти два выражения, которые очень похожи. И сможете их применять. Окей, какие-то будут вопросы по тому, что мы сегодня разобрали. Или может быть другие вопросы. Задавайте их в комментариях. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Окей, до скорой встречи. С вами был Дмитрий Говдер. Пока.